Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы начинаем череду новогодних передач. Дней новогодних куршевельских каникул, придуманных, много. И есть о чем нам поговорить в эти дни. Вот давай с тобой и будем разговаривать, разбирать какие-то темы, а не просто так сидеть и лупиться в голубые во всех смыслах огоньки. О чем вы говорите? Ну, надо все-таки сначала вступить с чего? Я вот от детства помню, что там обычно на Новый год какие-то персонажи распределяют роли. Кому что достанется, кому не достанется. Я решил сразу себе такую козырную роль взять на этот цикл передач. Это будет Снегур с Бакенбардами. Вот у меня Бакенбарды есть, но это типа такой Снегур. Теперь еще что я с детства помню, что обычно новогодние вот такие утренники и тому подобные мероприятия, на них принято рассказывать какой-нибудь такой стишок интересный, и за это тебе могут дать какую-нибудь там конфетку или еще какой-нибудь подарок хороший. И поэтому я вот подготовился. Правда, стишок тут будет немой, но очень хорошая поэтесса нас на радио помогает также очень постоянно. И как-то комсомолка, пионерка, очень хороший человек написала стишок для Мишки. Вот с него разреши начать цикл этот наш новогодний. Давай, Снегур с Бакенбардами. Главное, чтобы люди поняли, что это Бакенбарды, а не что-то другое. А то скажут, Снегур какой-то своеобразный, с какими-то висюльками подозрительными и шляпой неправильная. Ну, давай со стиха начнем. Стих для Мишки. Завтра вновь у нас эфир. Там Мишаня говорит. Умный темы поднимает. Головой туды-сюды качает. Будет веда про союз, Про семейный, так сказать, уют. И про варны нам расскажут, Разные разности покажут. Все круглом притихло вдруг. Все уселись в общий круг. Миха сейчас задаст вопрос. Парень далеко не прост. Мишка, ты задай вопрос такой. Кто на свете всех милее, красивее и мудрее? А потом еще спроси, Где ж такое чудо нам найти? Пусть поведают о том, Где, куда и как идти, И что встретишь на пути, Что с собою нужно взять, Как спастись нам от дракона И от змея убежать? А еще спроси Мишане, Как построить светлый дом, Чтоб ужился там на фаня, Чтобы был там пирый мир И друзей веселый смех, Как прогнать из хаты мух, Чтоб открылся слух и дух, Чтоб смеялась депора И не умолкла никогда. Ну что еще могу сказать? Тут и сказочки конец, А кто слушал, молодец, А кто не слушал, Тому киянкой в лоб. Вот, ну, конец можно упустить, Но в этом стихе, Что прекрасно, Тут еще куча тем поднятых, Которых на пару лет Записи вполне хватит. Так что можно начать с простого, И так как у нас вроде бы По какому-то определенному направлению Очередной Новый год, А у нас их очень-очень много, Вот давай и разберем сегодня тему Про какой же Новый год-то Все-таки правильный, А какой неправильный. После такого стишка Я даже не знаю, Какую тему поднимать. Новый год Хорошая тема. А сколько новогодние передачи? Давай с Нового года и начнем. Хорошо. Итак, Новый год. Новый год. Известно большинству людей, Что новых годов, Как и календарей, В которых эти новые года присутствует Достаточно большое количество. Есть, к примеру, Новый год, который привыщен людям, Живущим где-нибудь в Европе. Есть Новый год, Например, китайский. Есть Новый год Какого-нибудь там другого племени. То есть, у каждого свой Новый год. Также существует понятие Новолетие. И здесь тоже Достаточно большое количество. К примеру, Есть Новолетие. Новолетие осеннее. Есть Новолетие весеннее. Сейчас даже идет разговор О Новолетии летнем, Так называемом Купаевском. И, естественно, Существует Новолетие Рождение Солнца. День рождения Калиды. То есть, получается, Если мы откинем все вот эти вот, Которые на Руси малоизвестны, Новолетие и Новогодие, То в этом случае получится на Руси Как минимум пять Новолетий Или кто-то еще Называет Новых годов. Тот, который привычен, Сейчас разбирать не будем его, Потому что Всем известно, Что Петр Первый В определенный год Сказал, А теперь Мы будем От Рождества Христова Отмечать Вот такой Новый год. То есть, Новолетие Посылаем к чертовой бабушке. Все это предрассудки, Все это Не то И отмечаем Новый год. Ставим елочку Или украшаем Еловыми лапками Свои дома. И, в общем-то, Все хорошо, замечательно. Пляшем, веселимся, Песни поем. Вот. Я думаю, Об этом информации Достаточно много. Разбирать ее Особо не будем. А вот про Новолетие Можно поговорить. Новолетие. Новое лето. Наступает Новое лето. Многие говорят, Зимой Новое лето Не может наступать, Потому что Лето Это теплый сезон Года. Да, на самом деле, По современным Представлениям Новое лето Не может По идее Наступать зимой, Потому что Это теплый сезон Года. Но в современности Слово Год Употреблялось Несколько с иным Представлением. Было понятие Година. И отсюда Происходил Год. А Петр Первый Так еще шутковал, И шутки такие есть, Что Год Это взято С иностранного голода, То есть Новый Бог. Поздравляйте Друг друга С Новым Богом. Про старых богов Забыли, А вот с Новым Годом Поздравляйте. Тем более, Что в те времена Шла Реформа Никоновская, Которая И так называемых Старообрядцев Прессовала, Так еще И убирала Двоеверия На Руси. То есть Еще И были Нападки На Старовера. Тех, Которых Сейчас Называют Язычниками, Которых Называют Ведистами, Которых Называют Родноверами. Вот, В термины Сейчас Не будем Вдаваться. В общем, Тех, Которые Придерживались Старой-старой Древнейшей Веры На Земле. Ну, Под одну Гребенку Все это Причесывалось. И Тех, Кто пытался Вознестись По христианским Уставам Старообрядства, Тех Сжигали. А те, Которые Хотели Вознестись С дымом С варгу Небесных Своим Предкам По старой Своей Родной Вере, Тех Сажали На пол. Ну, Чтобы ни тем, Ни другим Нормально Вознестись Не удалось. Вот Так вот Шутковали Особо Рьянный Товарищ, Исполнявший Указ Наемников, Которые Оплачивали Денюжки В козлу Петра, То есть Содержали Петра, Который Уже Не был Петром Первым, Которого Назвали Потом Петр Великий. Опять же, Это отдельная История, Версий Несколько, Они все Достаточно Интересные, Не будем Этого Касаться, Но суть В том, Что Вот 1 Генваря Наступили Новые Времена, Наступила Новая Эпоха Календаря На Руси Матушки. Не везде Она сразу Наступила, Поскольку Петровские Владения Не были На всю Древнюю Русь, На все Земли Они Где-то Ограничивались, Поэтому нельзя Сказать, Что Новый Год Сразу По всей Руси Наступил Именно Тогда, Когда указ Петр Выставил. Точно так же, Как и нельзя Говорить, Что Христианизация Руси Прошла Вот именно В таком-то Году, Потому что Крестили Только Киевскую Область, Которую Сейчас Называют Киевской Русью. Киевская Область Это достаточно Маленькая Такая Вот Территория, Которая Ко всей Руси, Занимавшая Все Северное Полушарие, Отношение, Конечно, Имела, Но не являлась Всей Русью. Теперь Давайте дальше Разбирать Уже По Новолетию. Я думаю, С этим Понятно, Почитайте Различные Материалы, Может быть, Мы еще Что-то Коснемся В наших Передачах. Сейчас Мы про Новолетие, Про Новый Год Говорим. Итак, Откуда Взялись Вот эти Самые Новолетия? Вообще, Снегур, Ты там Сидишь, Молчишь, Я тут Как Муха На стекле Лешу, Ты мне Расскажи, Твое Представление О том, Откуда Эти Новолетия Взялись И Как С ними Надо Поступать Что На них Надо Делать Ну Ты Основной Момент Уже Один Отметил То, Что Лето Употреблялось Раньше В смысле То, Что Сейчас Называется Год Это Даже Можно Как Отследить Спрашивают Например, Сколько Тебе Сейчас Лет А Не Сколько Тебе Сейчас Год Это Осталось То Вот Этот Цикл Полностью Когда То, Что Сейчас Говорится Весна Лето Осень Зима Вот Это Называлось Лето Целый Цикл Полностью Называлось Лето Теперь Вот Дальше То есть Оно Соответственно Захватывает Не только Современные Понятия Лето Когда Только Жарко Теперь Попробую Порассуждать Какие Знаю Славянские Варианты Празднования Новых Годов В какое Время Обычно Они Привязывались К Солнцу Причем Основные Моменты Какие Например Солнышко Было Вот Как Сейчас То есть Оно Его По сути Не было Был Очень Маленький Световой День А потом День Начинает Увеличиваться Соответственно Вот Есть Точка Когда День Начал Увеличиваться А Ночь Сокращаться Можно Предположить Что Вот В этот Момент Можно Сделать Новый Год То есть Как В этот Момент Солнышко Родилось И Начинает Становиться Больше 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 Как Так Обосновать Другой Момент Получается Летом Да Вот Например Можно Сказать Там Другой Момент Там Противоположная Фаза Там Солнышко Максимально Световой День И он Начинает После этого Момента Убывать Тоже Можно Сказать Что Вот Цикл Закончился Растущего Солнца Вот И где Оно Максимально Теперь Оно Начинает Убывать Давайте С этого Момента Будем Праздновать Новый Год Когда Соответственно Солнце Начинает Убывать Потом Будет Новый Цикл Есть Еще Другой Вариант Весной Справляли Тоже Там Можно Привязать Потому Что День Равен Ночи В этот Момент Соответственно Цикл Один Закончился Начинается День Удлиняться Становится Больше Чем Ночь Соответственно Новый Год Пошел С этого Момента И Можно То же Самое Провести Осенью Например Что Там Опять День Убывал Он Стал Равен Ночи И Опять С этого Момента Как бы Это Дело Легко Отследить Можно В этот Момент Новый Год Причем Можно Еще Какие Тут Вариации Добавить Например Осенью Можно Праздновать Как Урожай Собрали Земля Плодородие Своё Проявила Очередной Раз Наградила Нас Богатым Урожаем Закончился Вот Этот Год Период Сбора Плодов И Вот Соответственно Этот Период Можно Считать Как бы Вот Он Закончился Соответственно Сейчас Будет Новый Год В котором Мы Переживем Холодное Время Года Потом Посадим И Опять У нас Будут Плоды Причем В таком Варианте Даже Как Праздновать Очень Хорошо Его Потому Что Все Поспело Все Созрело Все Готово И Вот Эти Застольные Мероприятия Проводить Очень Легко Потому Что Продуктов Просто Просто Много Все Даже Так И Не Успеешь Сесть А Тут Можно С Хорошими Людьми Собраться И По себе То Есть Вот Пока Такие Варианты Которые Я вспомнил Хорошие Варианты И В общем-то Правильные Надо Отметить Что Всегда Все Завершения И Начало Приходились В тот Момент Когда Уже Дело Сделано И Можно Начинать Новое Поскольку Мы Говорим Сейчас Про Сельское Хозяйство В первую Очередь Календарный Цикл Основной Он Привязан Именно К жизни Земли В сельскому Хозяйстве Поэтому И Осенью Игрались Свадьбы А не Весной Поэтому И Считалось Что Конец Всему Делу Венец Урожай Собран Можно Теперь Готовиться К новому Посевному Сезону То есть Наступало Новое Лето С этой Точки Зрения Осеннее Новолетие Оно Оправдано Собрали Лето Заканчивается Все И Начинаем Готовиться К новому Лету Начинаем Это Лето Открывается И В общем Все хорошо Запасы Есть Есть На что Жить Есть Что На стол Стать Во время Веселья Есть Чем Гостей Угощать Во время Свадеб И так Далее Весной Весной Сельскохозяйственным Всем делам Там Уже По Сусекам Скребли Особо Не Разгуляешься Свадеб Не Играли Даже Проблемы Были Надо Коров Прокормить И Скотину Поэтому Очень Экономно Жили Поэтому Особо Так Не Шиковали Вот Это Надо Учитывать Дальше Весной Почему Отмечали Новолетие Потому что Наступало Время Когда Солнышко Поднималось Уже Выше Бугра То есть Красногор Поднималось Вверх В гору Шло И Переваливала Длина Дня За Время Ночи То есть Оно Становилось Больше Это Время Дневное В общем-то Поэтому Красногор Солнышко В гору Пошло Все Замечательно Хорошо И В этот Момент Уже Во многих Районах Проводился Сев Зимние Рождество Каледа Это Вообще Посвящается Нескольким Праздникам Чередой Нескопраздников По Народным Календарям Можно Посмотреть Кто-то Сюда Вписывает И День Рождения Каледы Примерно Там Где-то 8-9 Тысяч Лет Назад По разным Источникам Каледа Здесь Родился Аватар Бога Который Дал Очень Много Что Важного Для Людей Живущих На земле После Очередной Катастрофы Благодаря Ему Здесь Люди Заново Научились Много Что делать Потом Другие Аватары Здесь Появились Которые Также Помогали Людям С этим Всем Разбираться Не об этом Сейчас Речь Просто О том Что Вот Такие Персонажи Были Древние Очень Важные Персонажи Которые Давали Людям Много Что И Они Очень Сильно Почитаемы На Руси Были Всегда Поэтому Называли Рождество Рождество После Самого Короткого Дня То есть Корочуна Когда Побесилось Все Самое Самое Такое Низменное Пекельное И Наступали Уже Светлые Дни Когда Солнышко Хорс Или Хорст Нарождалось И вот Это Называлось Рождество Рождество Солнца Рождество Коляды И Потом Это Все Вместе Объединилось И Стали Называть Рождество Божича В дальнейшем Как раз Это Все Перешло В Христианские Известные Обряды Рождества Разница Там Всего Один День 23-24 Это По Славянским Канонам А 24-25 Это По Католическим По Западно Христианским Канонам Но Если Мы Посмотрим Внимательно Обратим Свой Взгляд На Эти Данные То Мы Увидим Что И Там И Там Примерно Один Тот Ритуал Появился Божич Появился Естественно Он От Всего Чистого То Есть Христианство Это Девственница Называется Мария Которая Была Непорочна Естественно Что Здесь Тоже Непорочные Боги Были Которые Ко леду Породили Естественно Там Был Свет И Здесь Был Свет Но С Единственной Оговоркой Христианство Не Сразу Вело Рождество Иисуса Как и Рождество Иоанна Баптиста То есть Иоанна Крестителя Или Иоанна Купальщика Они Появились Где-то Там Уже Насколько Помню 300-е Годы Могу Точную Дату Перепутать С чем-то Но Не важно Что Уже Там 300-е Годы В конце 300-х Годов Новой Эры От Рождества Так Называемого Христова Как раз Был Назначен День Рождения Иисуса И день Рождения Иоанна Крестителя Об этом Многие Не знают Все думают Сразу Вот Как он Родился Так Рождество И праздновать Да нет Такого Не было И Сначала Думали А когда же Вообще Назначать Рождество Даже Споры Там Были Долго 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 Думали А потом Кто-то Умно Сказал Ну Подождите Вот Народ Отмечают День Рождения Солнца Каляды И других Богов Солнечных Ну Ведь Иисус Тоже Солнце И первое Значение Иисуса Были Какие Именно В Солнце Те кресты Которые Древние Они В Солнечном Круге Находились То есть По сути Это Крест Каляды Так Называемый Где Крест И Солнышко Вокруг Сияющее Вот Это Рождение Хорса Хорста Рождение Каляды Рождение Солнышка И Просто Этот Крест Был Использован Для Раннего Христианства Означение Рождества Христова На иконах Мы видим Сокращение ХРСТ Или ХРСТ Вот И Понятно Что Это Означение Изначально Было Хорст Или Хорс А потом Также Стали называть Христос То есть Здесь Очень все Переплетено Сильно И Видно Что Одна Религия Очень много Что позаимствовала Из древних Учений И из Древней Веры Вот Это Что Касаемо Рождества Тому Почему Именно Первого Января Празднуется Новый Год Есть Очень Интересная Такая Забавная Теория Которая Я озвучу Но многие Наверное Ее знают О том Что В этот День По Иудейским Всем Правилам Если Родился бы Иисус Вот С 24 25 Декабря То Примерно Первого Января Должно Быть Обрезание По Всем Этим Каноном То есть 24 Появился Значит Где-то Там К первому Января Надо провести Обрезание Ну Такая Смелая Интересная Версия Поэтому Шутка Такая Ходит С обрезанием Господним Вас Вот Верить Я не знаю Дело Каждого Но То Что В христианстве Есть Такая Дата Можете Проверить Совпадает Эта теория С правдой Или Не совпадает Все Бог с ними С христианскими Направлениями Там еще Можно Затрагивать Рождество Уже Восточное По восточному Календарю На 13 дней Разница Но я думаю Что здесь Уже смысла Нет его Поднимать Далее Когда же Все-таки Правильно Отмечать Новый год Новое лето Помимо Солнечных Дней Помимо Вот этих Вот Четырех Точек Которые Солнышко Проходит Очень значимые В жизни Наших Нашей Земли И Праздники По которым Отмечаются Существуют Еще Так называемый Значимый День Появления Наших Предков На этой Земле Это тоже Одна Очень Интересная Теория Ведического Такого Взгляда Которая Гласит Следующее Что Осенью Примерно Вот в эти Дни Когда Происходит Новолетие По Осеннему Циклу На Земле Появились Наши Предки Которые При Земли Свой Межзвездный Корабль И Вот Этот День Был Принят Как Первый День Начала Отчета Календаря Все Очень Просто То Есть В этот День Прилетели Раз Прилетели Значит Начинаем С этого Дня Отсчитывать Но Надо Понимать Многие Говорят Ну что Так Совпало С этим С равноденствием Осенним Надо Понимать Следующее Что В древние Времена Равноденствия Могло И не Быть Потому Что По Многим Опять же Писаниям По Многим Преданиям Наклона Земли Не Было Наклон Земли Стал Появляться После Нескольких Космических Катаклизмов Катастроф Которые С Землей Происходили Падение На Землю Каких-то Очень Больших Космических Тел Или Их Осколков К примеру Первое Падение Связывается С Луной Лилий Ученые Говорят Что Это Конечно Не Луна Была Это Что-то Было Другое Из Космоса Прилетело Но Суть Не В Много Людей На Земле Достаточно Много Здесь Живности Было Уничтожено Но Исходя Из того Что люди Были Ведущие И обладали Многими Техническими Данными Многим Расичам Удалось Совершенно Спокойно Пережить Эту Катастрофу И Кто-то Поднялся В космос И Пережидал Ее Там Кто-то Был Перенесен На Безопасные Участки Суши И Пережидал Тот Момент Когда Воды Схлынут Вот Это Был Первый Катаклизм Сейчас Мы Не Рассматриваем Кто Как Спас Откуда Вообще Слово Спас Пошло Суть В том Что Это Была Первая Катастрофа И Тогда Земля Получила Некие Колебания И Одна Еще Из Самых Сильных Катастроф Которую Называют Фатальная Она Уже Была Не так Давно Примерно Около 13 тысяч Лет Назад И Ученые Многие К этому Тоже Сходятся Что Да Тогда Что-то Серьезное Происходило С Землей И Погибло Очень И Много Людей От Волны Которая Несколько Раз Обошла Всю Землю Вот Это Как раз Те Потопы Которые Присутствуют В библейских Писаниях Преданиях Разных Народов И В том Числе В ведической Литературе И В сказаниях Народных Сохранившихся На территории России Здесь Конечно Было Очень Много Трагедии Очень Много Людей Погибло Может быть Доигрались Может быть Сами Виноваты Я уж Не могу Здесь Ничего Говорить Но Кто-то Привязывает Это К падению Луны Фата Поэтому Называется Фатальная И Вот Когда Такой Огромный Кусок От Этой Луны Упал На Землю То Луна Тогда Получила Вот Это Самое Колебание Смещение Своей оси Наклон Оси И вот Тогда Только Появилось Полноценное Полноценно Стали Проявляться Вот эти Четыре Точки Движения Так называемого Солнца Хотя Понятно Что Не к Солнцу Надо обращаться А к Земле То есть Детский Подход Так что Солнышко Вот мы Видим Оно Крутится Взрослый Подход То что Вот есть Земля Которая Вращается И Нам Кажется Что Солнышко Движется И поэтому Надо помогать Солнышку Родиться Надо помогать Солнышку Взраститься И так далее И тому подобное То есть Здесь тоже Такая Двоякая Игра И взрослая И детская Опять же Сейчас пока Мы не трогаем Это Так вот Только в эти Времена Появился Наклон И Стало Проявляться Движение Якобы Солнца На зиму Или на лето Равноденствие Или солнцестояние И вот Тут как раз Совпало В обратную сторону Совпало Появление Равноденствия С тем Древнейшим Календарем Который Присутствовал У наших Предков Который ведется От появления Наших предков На земле Вот такая вот Интересная Теория Можете Писать про это Можете с этим Спорить Но что есть То есть Теперь по поводу Того Как Нет Вообще Я Да Рассказывай Пожалуйста Ты что-то Так увлекся Начинаю Уже Про тебя Забыл Про Снегура Про нашего Алексей Ты просто Сказал Что Луна Наклон Получила Чтобы люди Правильно Поняли Все-таки Земля Получила Наклон Оси Своей Наклонилась Земля Когда на нее Кусок От луны Пад И упал То есть Получился Наклон У земли То есть Вот этот момент Ты просто Сказал Луна Да Это оговорка Прошу прощения Конечно Луна упала Поэтому земля Получила наклон Потому что Большой кусок На ней упал Так Я хочу уточнить Какие-то мысли У тебя В голове Родились Да Да Интересно Какой момент Это кстати Этой мыслью Я обязан Этой мыслью Тем Что В том году В начале Января Я был В Подмосковье Где как раз Присутствовал Ты И был Проделан Такая штука Есть прибор Который измеряет Кислотное Щелочное равновесие Раствора В данном случае Происходило Измерение воды Так вот Что я видел На тот момент Получается Примерно На 6-7 января Чуть раньше Бывает Где-то На эти дни Как раз В природе Происходит Интересный процесс Щелочное Равновесие воды Возрастает То есть Увеличивается Щелочность воды И она Становится Более Полезной Потому что Щелочная среда Как я На данный момент Знаю В ней Вот эти Микроорганизмы Которые вызывают Болезни в человеческом теле Они просто Не могут Размножаться Для нее Это среда Губительная А в природе Получается Судя по всему Действует Такой механизм Целый год С начала Января До следующего Начала января Вода Планеты Земля Записывает На себя Вот эту информацию Которую Излучает Природа Люди И так далее Но люди В основном Информацию Какую Излучают Она Информация Такая Денег Дай Хочу То Хочу Все То есть Информация Такая Низкочастотная И направленная На На разрушение На дисбаланс То есть Такое И вот это Все записывает На себя Вода Так сказать Пытаясь Смягчить Поле Которое Находится В атмосфере Земли Это вот Есть даже Опыты Когда там На воду Говорят Определенные слова Спасибо Или наоборот Негативные слова Быстро Замораживать Смотрят Что происходит Структурой воды Так вот Получается Целый год Вода Планеты Земля Записывает На себя Информацию О людском Негативе Если так Очень Прости И чтобы Потом Ее куда-то Деть Так мудро В мироздании Сделано Что происходит В определенный Момент Обнуление Этой воды И Если я правильно Помню Как вот Ты Алексей Это упоминал Это название Этого праздника Был у славян Праздник Назывался Водокрест Это когда Именно Происходила Образная Так сказать Образ Равностороннего Креста Такой Когда Небесный Дух Входил В земную В землю В земную В воду И обнулял Ее И она становилась Девственно чисткой Девственно полезной Очищающими Свойствами Заряжающейся И обладающей Этими свойствами И вот просто Потом На это На это Явление Природы Товарищи Которые Любят ходить С большими Большими Такими Золотыми Украшениями На шее Они просто Под это дело Подстроились И теперь Людям рассказывают Что это они Такие умные И они это Все сотворяют Вот мне Интересно Было бы Посмотреть Вот если люди Проверку Это сделали Потому что Наши как раз Передачи Будут накануне Этих дней И что у них Будет происходить Вот тот раз Было что Из крана Текла вода Со свойствами Святой воды Именно в этот Промежуток Вот поясни Еще вот этот Момент Ну во первых Я не стал Всех товарищей Называть Любителями Украшений Потому что Есть истинно Верующие люди Которые У меня вызывают Глубочайшее Уважение И там Есть много Людей Которые Очень Очень Праведную Жизнь ведут Но естественно Есть как и везде Дельцы Которые Просто-напросто Используют Доверие Человеческое Для того Чтобы им Этим дельцам Жить хорошо Вот к ним Да Можно Отнести Разные Слова Которые в народе Присутствуют Но всех Одной Гребенкой Наверное Я бы не стал Грести И мазать Одним миром Далее Желательно Все-таки Наверное Произносить Слово Не водокрест А водокрес Крес От слова Кресало Высечение Искры Когда Крес Небесный Кресало Небесное Высекает При помощи Каких-либо Структур Божественных Кто-то это называет Например Сварогом Когда Сварог Бьет Молотым Полотарью Камню По своей Наковальне И вот Оттуда Искры Разлетаются И в этом Случае С землей И с окружающими Другими Землями Происходят Интересные Явления Ну вообще В космосе Происходят Многие Интересные Явления И когда Эти Искры Соединяются Со светом Солнца Или звезды Какой-то И они Достигают Земли То С землями Происходит Очень много Интересного Почему водокрест Потому что Соединяется Огонь Небесный С водой И в этом Случае Тогда Появляются Очень интересные Такие Факты Которые Многие Ученые Не могут Объяснить Почему Вода Ни с того Ни с сего Заряжается Очень Интересными Свойствами Почему Она Долгое Время Стоит Почему Она Не портится Почему Ее Называют Собой Что Человек Может Усиливать Эти Качества Воды То есть Еще Здесь Может Игрегриальное Наложение Быть Когда К примеру Много Людей Приходят В какой-либо Храм И верят В то Что сейчас Пойдет Оттуда Святая Вода Из крантика Например Или В купеле Она Появится И они В этом Присутствуют Они В это Верят И То Игрегорное Что Присутствует Оно Дает Определенный Какой-либо Эффект На воду Вода Это Такой Биокомпьютер Жизненный Компьютер Который Очень хорошо Информация Заряжается Может Ее Передавать И Может Творить Чудеса Вот Поэтому Водокрес Это Природное Явление Которое Давным Давно Было Известно Это Божественное Явление Которое Давным Давно Было Известно Это Игрегориальное Явление Которое Применяется В разных Местах В том числе В церкви Но Не всегда В современности Водокрес Делает Воду Святой Не всегда Когда Священник Окунает Крест И Рисует Крест И своим крестом На воде Не всегда Вода Становится Святая Что означает Святая вода Эта Святая вода Должна быть Целебная Должна долго Храниться И должна В себе Иметь Каких-то Примесей Вредных Отравляющих Множество Раз Проводились Эксперименты Когда Появлялись Священники Проводили Этот Обряд Насветили Какую-либо Станцию Или Полынью Или Купель Какую-то Вырезанную И Потом Пробы воды Показывали Что Эта вода Не то что Питьевая В ней даже Купаться Не очень хорошо И Такая вода Естественно Святой Быть Не может То есть Настолько Загрязнен Источник Современной Цивилизации Что Даже И природная И божественная И человеческая Григориальная Не могут Ее исправить Несколько раз Были такие Случаи Просто О которых Многие Замалчивают Но которые И имеют Место быть Что Вот В таком-то Месте Проводилось Священие Проруби В виде Креста Пришел Священник Стал Значит Проводить Этот обряд И вдруг В этой Проруби Появилось Что-то Такое Плавающее Которое Было Спущено Выше По течению С какой-то Канализацией Естественно Что Многие После этого Купаться Там Просто Расхотели И таких Если бы Это был Просто Один Случай Ну Как бы Так Можно Сказать Ну Кто-то Прикинулся Там Пошутил Диверсию Сделал Но Когда Это Происходит Постоянно Это Говорит Во-первых Что Люди Свиньи Которые В воду Спускают Свои Фекалии Это Самое Главное А уж Все остальное Там Святое Не Святое Становится Это Уже Досужие Разговоры Компетенции Священника Можно Рассматривать Компетенция Вообще Все Например Религии Какой-то Компетенция Тех Людей Которые Собрались То есть Григориальные Действия Это Уже Отдельный Разговор Суть В том Что Люди Свиньи Что Никогда На Руси В реку Фекалии Не сливали За это Бы сразу Давали По башке Нельзя Уничтожать Природу То есть Люди Забыли Главную Заповедь Своих Древних Предков Свято Чтить Великомудрых Предков И богов Жить По совести В ладу С природой Так вот Если человек Нарушает Эту заповедь Если он Уничтожает Природу Он Уничтожает Сам Себя И здесь Вряд ли Помогут Какие-то Священные Действия Неважно Откуда Они Пришли Здесь Самое Священное Действие Важное Это Перестать Гадить Независимо В какой Вы там Религии Неврелигии Или В какой-либо Вере Просто Надо Перестать Гадить Это Самое Важное А спекулировать На то Что У кого-то Попа Получилось Не Получилось Это Можно Бесконечно И долго Разговор Не об этом Разговор К вам Люди Вы Человеки Или Вы кто Но Это То Что Касается Святой Воды И Естественно Ученые Проводили Различные Эксперименты Когда Из Различных Источников Брали Воду Которые И вообще Были Не освещены Просто Они были Открыты В разных Местах Северного Полушария И получали Примерно Тот же Самый Результат По PH Примерно Тот же Результат По так Называемой Частоте Воды По Тому Какие Качества Она приобретает И так далее Так что Не Всегда Так мягко Скажем Ритуал Вернее так Не ритуал Обряд Священника И От Христианства Делает Воду Святой Но В большинстве Случаев Вода Святая Становится Даже Без Присутствия Священника В этом Месте Хотя Конечно Нам Могут Сейчас Сказать Но Вся Вода Связана Поэтому Хоть В одном Месте Ткни Крестом И скажи Волшебные Слова Она Вся На всей Земле Становится Святой Дело Не совсем Так Совсем Не так Дело В том Вода Тоже Должна Стать Святой Но Во многих Источниках Южного Полушария Вода Таковой Не Становится Хотя Нас Соединяет И океаны И моря И все Прочее Это Первое Во-вторых Зачем Тогда Святить Проруби Зачем Тогда Святить Какие-то Источники Ну Вы В центральном Храме Посветите Воду И она Должна Стать Святая На всей Земле Но Обязательно Священники Приходят И начинают Что-то Светить Вот тут Нестыковки Которые Как-то Не Как говорят Не бьются Здравомыслием Либо Вода На самом деле Вся святая И тогда Первый Кто Осветил Воду Он Единственный И других Больше не надо Потому что Вода Везде Становится Святой От Севера До Юга Но Этого Нет И второе Светить Не обязательно Зачем Тогда В других Местах Вода Светится Вот Либо Что-то Здесь Другое Нужно В каждом Источнике Светить И тут Уже Зависит От Компетенции Священного Деятеля Который Воду Светит И у Одного Получилось Сделать Святую Воду Другого Не Получается Делать Святой Воды Ну Вот Это То Что Касается Водокрес Сия Водокрес Такой Праздник И Естественно Надо Понимать Что Не только В этот День Вода Становится Святая Водокрес Это Как Многие Другие Праздники Древних Наших Знаний То есть Едания Который Давным Давно Был Описан Который Происходит Не в Один День Который По нарастающей Движется К определенной Точке И потом Плавно Вниз Сходит И Вода Имеет Те самые Качества Которых Ты говорил Кто-то Говорит Три Дня Кто-то Говорит Неделю Но Ученые Говорят Да Вот Примерно До Недели Вода Имеет Эти Качества До Несколько Дней И после Несколько Дней Вот Так Вот И Купание В прорубях Оно Также Было Давным Давно Известно Еще Задолго До Крещения Задолго До Ивана Баптиста Который Крестил Иисуса И его Спутников В реке Яром Данной Иордане В паленом Стане В Палестине И Это Древние Древние Опять же Наши Практики Оздоровления И взаимодействия С природой И многие Народы Перенимая Эти практики Переводили Их В сан Священности А для нас Это было Ну норма Обычная Пойти В этой Хорошей Доброй Освеженной Воде Новолетия Пойти Искупаться То есть Набраться Здоровья Набраться Воды На всякий Случай Ставили Воду Также В красный Угол Женщины Ставили В бабе Угол Эту Воду То есть Она была И там И там И в случае Какой-то Хвори Болезни Эту Воду Использовали Задолго За многие Тысячелетия До появления Христианства Различных Культов Как солнечного Так и Лунного Лана Это все Было Давным-давно Известно То есть Получается Так вот Напрямую Говорить Что этот Новый год Более Правильный А этот Менее Правильный Не получится Потому что Можно Логически Объяснить Почему Вот этот Момент Можно его Праздновать Почему В этот Момент Как говорится У каждого Своя Правда Поэтому Вариантов Тут будет Очень много Но На что Надо Обратить Внимание На то Как Как ты Празднуешь Это Настроен На На Добрые На Радостное Настроение И Поэтому Вот За этим Надо Очень Следить Внимательно С кем Вы Празднуете Возможно Даже Если Народ Еще не Проснулся Может Стоит Праздновать Отдельно Своей Так Сказать Небольшой Семьей Но Толку От этого Будет Намного Больше Чем Когда Ты Идешь На поводу Не пойми кого Который говорит, что Новый год только сегодня И праздновать только так Да, во-первых, надо понимать Что само слово праздник Связано с Первичной божественной мудростью С сиянием божественной мудрости П-ра-с-дник То есть днем Когда С солнечной божественной мудростью Через какие-то обряды и ритуалы Народ связывался Со своими предками Связывался с божественными проявлениями И потому это назывался П-раздник Когда в этот день посвящали Все свои деяния свету Божественным каким-то явлением Проявлением, взаимосвязи с предками И так далее и тому подобное Вот это и есть слово праздник И общаться со своими предками Родичами и вообще между собой В такие светлые дни Нужно только в полном сознании Потому что есть понятие Радость Есть понятие Свинский восторг Вот свинский восторг Похрюкивание и прочее-прочее Это связано с дурманящими средствами Когда человек становится Полоумным Когда он дуреет Превращается в некое Человекоподобное существо Где животное самое худшее Выпячивается И в этом случае тогда Никакого праздника быть не может Это просто самоубийство Это просто самоубийство Которое нам навязали Для того, чтобы мы побольше Сами себя уничтожали Чтобы у нас не было Хорошего потомства Чтобы у нас не было Каких-то хозяйских Таких мировоззренческих устоев Ну и так далее Что сейчас об этом говорить Геноцид он и в Африке геноцид И для дурачков он как мать родная Они сами себя готовы убивать Лишь бы только подливать А все, что связано С божественной радостью Опять же радость Присутствует Праздник Тоже здесь присутствует Ра мы видим То есть божественное Первичное сияние Божественная мудрость То в этом случае Всегда проводились Такие мероприятия Во славу богов и предков Воссоединение с богами и предками Воссоединение по горизонтали В общине То есть вот этот Косамый крест Он и воссоздавался А когда присутствовала Божественная мудрость Божественное сияние То в этом случае Как раз этот круг Вот и рисовали Вот вам пожалуйста Крест в круге Который как минимум Четыре раза В лете Отмечали наши предки И посвящали Это нашим Великомудрым предкам И богам Естественно Что до этого До того Как упрощалось Ведическое направление Были и другие Более древние праздники О которых мы тоже Можем поговорить Как-нибудь Где многие ритуалы Вообще не исполнялись Они просто были Не нужны Но это было Очень и очень давно И современному человеку Это будет непонятно Как так Но я думаю К тому надо нам Будет прийти Поэтому только По трезвому Без какой-либо Наркоты С пониманием Для чего мы Здесь собрались И объединиться Вместе По горизонтали В общении И объединиться Вместе Со своими предками Те которые Богами Для нас уже являются Кстати Крест в Казахстан Написал Что слово Бог Это привнесенное И так далее Вот об этом тоже Надо сделать передачу Потому что Очень интересная тема Вот Так что Праздники Это что-то более Значимое Нежели Чем просто Какие-то Гулянки Пьянки Танцульки Танцошмансы Обниманцы По поводу Еще календарей Добавлю Дело в том Что существует Огромное количество Календарей Не просто так Все календари Привязаны К природным Каким-то Явлениям К примеру Сельскохозяйственных Календарей Множество Их не может быть Один К примеру В Архангельской Области Или Где-нибудь Ну на Кубани Если мы будем жить По одному Посевному Календарю Сельскохозяйственного В этом случае И там и там Наступит голод Потому что На Кубани Можно Несколько раз Собирать урожай А под Архангельском Например Там очень короткое Лето И там Надо вовремя Посеять Чтобы уложиться В него И на Кубани Тоже надо посеять Чтобы получить Например два урожая Чего-либо Да И если там и там Мы упустим И будем все усреднять Средний такой градус По больнице То мы и на Кубани Упустим И в Архангельске Можем что-то не получить То же самое Например Западная Или Восточная Сибирь Отличаются Северная Или Южная Сибирь То же самое Отличается Например Запад Европы И Восток Евразии Также отличаются Разные условия Поэтому календарей Сельскохозяйственных Было огромное количество И спорить Какой календарь Более правильный Это глупость Детская Величайшая глупость Огромная Глупость Которую нам Навязали Не надо Никогда Спорить По поводу Календаря Наши предки Жили На земле Поэтому Каждый В своей Стране Державы Учитывал Свои условия Проживания Природные Климатические Условия Поэтому Календари Отличались И не надо Говорить о том Какой календарь Более правильный Все календари Правильные Если они Позволяют На этой земле Получать Правильные Урожаи Хорошие Урожаи И не вредить Земле Не вредить Себе Это очень важно Второе Существуют Календари Другого плана Например Космические Календари Которые Рассказывают О каких-то Интересных Моментах О чем мы Сегодня с тобой Касались К примеру Там Вот происходит Явление Солнца Солнечный Календарь Оно Вот это Вот это Вот это Делает И к нам На землю Доходят Его лучи И поэтому Необходимо С точки зрения Здоровья Или Взаимодействия С животными Или в обществе Обращать внимание На это На это Лунный Календарь Есть Который Также Взаимодействует С человеком Который Также Взаимодействует Со стихиями Природы И прочим Прочим Это тоже Надо учитывать Существуют Научные Календари Друидский Например Календарь Или календарь Жреческий Древний Который С друидским Пересекается И вот Жреческий Календарь Он один Из самых Древних Который С поправками Дошел До наших Дней И многие Начинают Спорить Да что Такое За фигня Там Какие-то Названия Месяцов Почему Три Сезона В лете И почему Лето Это не просто Лето Которым Привычные Три Сезона Весна Осень Зима И опять Весна А лето Где А вот Лето Это целиком Все Почему Там Например Столько Это количество Дней Столько В недели Или в месяц И они Отличаются Почему 16-летний Цикл К примеру Да и Почему Есть малый Круг Есть большой Круг Ну и так Далее Все это Древнее Это еще Относится К тем Временам Когда Вот Солнышко Оно Светило Ровненько И Полушария Оно Освещалось Равномерненько Там Движения Были Минимальнее Таких Переходов Суровых Как Сейчас Есть На земле От Лета К зиме От Зимы К весне К осени К зиме К весне Их Практически Не было Поэтому Там Были Определенные Такие Указания Сельскохозяйственные Но там Было Все Очень Сглажено И только С определенного Момента Упоминается О том Что Марена На три месяца Будет покрывать Землю Снегом И вот Тогда Стали Появляться Многие Дополнения И к Сельскохозяйственному Календарю И как раз Каледа Принес Новые Каледы Дар От которого Потом Календы Произошли Известные Якобы Первичный Календарь Да наоборот Сначала Это было Все Принесено А потом Календы Появились В каких-то Разновидностях И родах Расы Великой Вот Это все Надо понимать Надо учитывать Никогда Не спорьте Какой Календарь Более Важен Потому Что Если Вы К примеру Будете Привязывать Солнечный Календарь К сельскохозяйственному То Конечно Могут Возникать Какие-то Вопросы И проблемы Да По лунному Календарю Солнечному Что-то Сверяется В сельскохозяйственном Календаре Но В первую Очередь Сверяется С тем Какие Условия Климата Чтобы Можно было Что-то Выращивать Вот о чем Я хотел Поведать С точки зрения Разницы Календарей И прошу В очередной раз Перестаньте Спорить Эти споры Приводят Только к одному К разъединению Никакой сути Понимания Они не дадут Единого календаря На всей земле Быть не может Точно так же Как не может Быть одинаковое Время суток На всей земле И одинаковое Время года На всей земле Такое Невозможно Существует Рождение Людей Существуют Даты смерти Людей И у каждого Человека Это будет Индивидуально То же самое По климату То же самое По часовым Поясам Все индивидуально Вот это надо Учитывать Не спорьте Чья мама Лучше Чей папа Круче Это глупости Маленьких детей Давайте уже Переходить В разряд Ведущих Людей Становиться Нормальными Человеками Ну в принципе Все На этом Можно И заканчивать Нашу передачу Благодарю Богам Нашим Светлым Предкам Нашим Славным И тебе Алексей За это Благодарю Тебя Михаил Наш Снегур На новогодние Так называемые Куршевельские Каникулы Прочесть Прочесть Эти Ваши Писания Независимо Будет ли это Михаил Илия Будет ли это Кто-то из Редакции Народного Славянского Радио Будут ли это Просто читатели Никакого ханства Никакой Грубости Никаких Дурацких Слов Не к месту Мы терпеть Не собираемся Все это Будет сразу Стираться А человек Который Нарушает Такие простые Правила Поведения В нормальном Культурном Обществе Будет баниться Несчадно И потом Можете Жаловаться Можете Писать Какие мы плохие Сохранять Посты Вот эти Делать скрины Выкладывать Будем рады Если вы Покажете Всем свою Дурь Свою глупость Когда вы Эти скины Свои Покажете Всем Как вы там Хамили И как вас Предупреждали А потом Вас удалили Тем самым Вы покажете Насколько Ваши папа С мамой Вас не воспитали Тем самым Вы будете Показывать Какой вы Неблагодарный Ребенок И как вы Позорите Свои рода Это я вот Сразу вас Предупреждаю Единственное Ограничение Это Дурь Хамство И глупость Все остальное Где написано Нормальным языком Разборчиво И понятно Это все И на основе Этих писаний Будут создаваться Новые передачи Засимая С вами прощаюсь Напоминаю С вами был Народное Славянское радио Алексей Орлов Михаил Ять До новых встреч Друзья мои Увидимся И услышимся Быть добру И лети На крылатом коне Рус Далекие Тысячи летия Рус Славянское радио Славянское радио Славянское радио Славянское радио